Да уж тут ничего хорошего не скажешь. К чему привела эта борьба Челокова и Андропова между собой? Ничего хорошего не дало. Потому что, как говорится, это привело к смертям разных людей. И многое еще не ясно, что было во время этой борьбы этих двух уродов, мягко говоря, выродков. Не исключаю, что и связанных с Америкой, и которые пытались уничтожить друг другу. Но Андропов-то явно был американский шпион. А Челоков просто грабитель, вор ценностей, которые были в России. Но борьба была смертельной. И пострадал в первую очередь майор КГБ Афанасьев. Это знаменитая история у метро Ждановского. Ехал выпивший майор на метро, приехал на конечную станцию. Там появилась девушка, которых называют красные сапочки, которые осматривают все эти вагоны. Его вывели оттуда. При нем был портфель, он был пьяный. И его вместе с этим портфелем вывели, вытащили из метро Ждановское. Никто его не бил, не трогал. Вытащили, не разбираясь с его документами. И бросили прямо на выходе метро. Ну, а дальше уже показали себя наши, как говорится, работники полиции. Тогда милиции. Ну вот. Не зря их называли мусорами. Появился, как говорится, милиционер. Ага, человек пьяный с портфелем. Естественно, полезли в портфель. Посмотрели. А там две бутылки коньяка и водки по одной. И, значит, банка с помидорами болгарская. Так выдавали им, как говорится, по случаю праздника. Вот такие вещи. Значит, ну, естественно, это... Что это за люди, которые так поступили? Вместо того, чтобы, как говорится, вызвать какие-то соответствующие службы, они... Ну, возможно, я не могу ручаться за это. Ему дали пару раз ногами по ребрам. Забрали эти бутылки. Особо дальше не продолжался скандал. Они увидели, что он работник АГБ. Посадили его. А там вся группа, как говорится, сработала. И с начальством милиции этого метро Ждановского. Да. И посадили его в Волгу. И вывезли на... Где Рублевское шоссе выходит из Москвы. Вывезли на то место, на начало Рублевского шоссе, после Москвы. И бросили его, как говорится, на окраину дороги. Там прямо на травку. В таком виде. И живого, без всяких вариантов. Это, как сейчас помню, справа по выезду из Москвы. Там такое понижение небольшое. И вот они на холмистую местность его рядом с дорогой и бросили. Ну, естественно, поживилися тем, что было у него в портфеле. Ну, лежал бы человек спокойно. Ну, как же можно? Обязательно были подонки в органах, которые и привели к тому, что человека убили. И уже с убийства этого майора Афанасьева и началось все, что произошло. У меня была большая статья в то время. Она сейчас стоит в моих соцсетях. Если захотите, почитайте, там более подробно. Понимаете, описана вся эта ситуация. Грязь это противно. Значит, недопустимо. Значит, без соответствующего, как говорится, просмотра на детекторы ружи, психики человека, его нельзя принимать работать в органы. Вообще. Нельзя принимать их учиться в учебное заведение. Потому что люди с нездоровой психикой, а как это проверить специалисты смогут? Нездоровые психики не должны поступать, как говорится, в органы. Потому что от них зависит и то, что может произойти, и даже такая ужасная история, которая произошла, так называемое, метро Ждановское. Вот. А это и ситуация воспользовалась между собой Андропов и Щелоков. И там это приводит к одной смерти, а поискать там еще найдутся убитые по этому делу, потому что стали свозить счеты. Вот так. Ну что, противно, противно, что при Брежневе, как его там ни назови, могли происходить такие вещи. Значит, за такие вещи нужно изначально, конечно, не допускать людей к возможности это совершать. То есть, следить за психикой тех людей, которые работают в контакте с другими людьми. А, ну что тут скажешь, то произошло, то произошло. Значит, не, как говорится, не вспоминая, не зная прошлого, забывая его, не будет будущего. Этот урок должен быть раз навсегда. Изучен, сделаны выводы, чтобы никогда ничего похожего наша страна больше у себя не видела. Здоровья вам, счастья в жизни. Захотите подробнее, вообще стоит посмотреть то, что я писал. На все самые яркие события, которые касались нашей Родины. Вот, я пишу и писал, и буду писать. До свидания, здоровья. И Родина, наша Россия, это для нас самое главное. До свидания.